Всем привет! С вами Марго, и это значит, что вы учите английский. На этом канале мы с вами разбираемся в тонкости грамматики, изучаем классные фразы на каждый день, понимаем, как правильно учить английский язык так, чтобы это было легко, интересно и эффективно. Так что, если вы хотите изучать полезный английский язык в развлекательном формате, подписывайтесь на этот канал. Очень многие из вас заказывали это видео, поэтому я решила его всё-таки снять. Сегодня я расскажу вам свой собственный путь изучения английского языка от beginner до proficiency. Чтобы не быть голословной, как вы уже видели в санднейле, вот, пожалуйста. Итак, начнём по порядочку. Я училась в гимназии, и английский у нас был с первого класса, поэтому во втором у меня уже была потенциальная тройка. Моим родителям об этом сообщили, они отправили меня на английский язык к репетитору. Из школы вот такой вот у меня был пакет. В нём было три книги, около четырёх тетрадок, огромная такая распечатанная книженца, я не знаю, она весила, наверное, килограмма полтора. Это была книга Бетти Азар, мои родители её специально распечатывали. И этот ребёнок с этим пакетом тяжеленным ездил на маршрутке туда полчаса, потому что это было из школы, и обратно час. Три раза в неделю стабильно. У меня был очень хороший репетитор. Она преподавала физику в университете на английском языке. Вот, но потом у неё проблемы со здоровьем случились, и ей пришлось принимать учеников дома, но уже не по физике, а по английскому языку. Я была вот одной из первых её учениц, в первом потоке получается, и мы учили английский язык по формулам. To be, плюс глагол, плюс инговое окончание, continuous, всё, поехали, 10 упражнений. Потом уже примерно через год мы пересели на Голицынский, это вот знаменитая зелёная книжечка. Все, кто изучает английский, наверняка хотя бы раз встречали с этой книгой. Книга неплохая, это отличный тренажёр, я бы сказала, отличный тренажёр для тренировки грамматики, именно вот по формулам. Произношение мы отрабатывали чтением слух, читали мы вот такие вот книжечки небольшие, они называются Graded Readers, но, естественно, мы брали сказки, и это был самый первый уровень бикина. Также отсюда мы брали все слова, которые мне нужно было выучить. Мы писали диктанты, потому что надо было изучать спейлинг, правописание. И моё домашнее задание было неизменным, нужно было прочитать полторы-две страницы и подготовить пересказ. В следующий раз я приходила на занятия и пересказывала прочитанное, это был наш спикинг. Лисенинг мы почти не тренировали, потому что это были 2000-е и конец 90-х. Не было материалов, понимаете? Не было. Были кассеты и плееры. Вот кто из верхушки, так можно сказать, из зажиточного населения, которые ходили к моей учительнице? Она очень много брала за это денег, за свои занятия, и поэтому ходили достаточно обеспеченные люди. И вот если вдруг кто-то поехал за границу и там купил кассету, я имею в виду полнометражный фильм на английском языке, если там были субтитры, это вообще сокровище. Эту кассету привозили моей преподавательнице, и она смотрела вместе с каждым учеником этот фильм. Один и тот же, два. Первый фильм это был Волшебник страны Оз, и второй фильм это был Секретный сад, The Secret Garden. Ненавидела, ненавидела оба фильма, но Секретный сад это вообще кошмар. Это была для меня пытка. Я не любила смотреть этот фильм, я не любила останавливать, переводить каждое предложение. В общем, это была жесть, ребята. Начав свой путь в 8 лет со второго класса, с абсолютного нуля, я официально закончила учить английский в 14 лет, это был 7 класс. Всё, я уже сделала все топовые книги по advanced, по грамматике, по фразовым глаголам. Я уже читала вот эти вот зелёные книжки, вот так вот просто очень легко. И моя репетитор как раз засобиралась, они уже переезжали в Москву в тот момент, и вот она уехала, и я закончила учить английский, потому что сказала, что всё, advanced есть, я его знаю. Следующие 6 лет мой английский был в абсолютном по силе, потому что я им в принципе не занималась, я его не развивала. Да, там через сколько-то там лет я поступила в лингвистический колледж, но из сильной группы я перевелась в самую слабую, потому что там была моя подружка, вместе с которой я поступала, и именно я привела её в колледж, поэтому я хотела быть с ней в одной группе. Но мне никто не сказал, что группа А4, или как это, это студенты с самым низким уровнем английского языка и с его потока. Три года обучения в лингвистическом колледже на переводчика я провела в группе про интермедиат. Ну, в общем, главное, что я была с подружкой. Закончив колледж и поступив в университет, в 20 лет я поняла, что нужно что-то делать. И тогда вспомнила, что как-то пару лет назад мои родители предлагали мне отправить меня в Англию на языковые курсы. И тогда я сказала, не-не-не-не-не, я буду сидеть дома, вообще отстаньте от меня. И теперь я такая, интересно, это предложение всё ещё действует. Родители, мягко сказать, не были готовы финансово к такому повороту событий. И огромное им благодарность за то, что они нашли способ найти эти деньги быстро, достаточно. И я поехала в Лондон в самую хорошую школу, которая есть на рынке. Одна из самых, как это сказать, уважаемых и старых школ — это Каплан. В Лондоне есть две школы. Одна на Коан-Канн и вторая на Лестер-Сквере. Вот я приехала на Лестер-Сквере и провела там три с половиной незабываемых месяцев. Моя жизнь разделилась на до и после. И здесь не совсем английский тому виной. Больше, чем язык, я прокачала именно своё собственное личностное развитие, потому что, ну, мой мир перевернулся. В Англии со мной случилась целая череда потрясений. Ну, во-первых, с меня сшибли корону. Если вы по учебникам Advanced или там Intermediate или ещё что-нибудь в Англии, или в любой другой школе за границей, скорее всего, вам поставят уровень пониже, потому что там совершенно другие стандарты. Стандарты, повыше я имею в виду. Я вообще не поняла на тот момент, почему Upper Intermediate. Ведь тест я сдала шикарно на тот момент, что я разговаривать почти не умею и почти не понимаю, что они говорят мне, я как-то упустила из факта. Но да ладно. Начался мой образовательный курс по General English, то есть это обычный стандартный английский Everyday. За это время я очень круто прокачалась. Через три недели я уже перешла на Advanced и уже закончила свой образовательный путь на Advanced. мне выписали первый мой сертификат. Я его даже сейчас вам покажу. Это вот моя волшебная папочка. Вот, смотрите. Почему так случилось, что я поехала в Англию, и после семи лет активного изучения английского языка я поняла, что я нифига язык-то и не выучила. Здесь сыграли два фактора. Первый. В Англию я ехала со справочником английской грамматики, загруженным у себя в голове. И для меня, откровенно сказать, было новостью, что я не могу спросить у вас, драйвера, а через сколько остановок мне выходить, вот это через сколько остановок мне следует выйти, чтобы попасть на такую-то станцию. Но я прекрасно могла объяснить, чем Present Perfect Continuous отличается от всех других времен, и что почем. Второй фактор — это отсутствие ресурсов. У меня лисенинг был на нуле, когда я приехала в Англию. Почему? Ну, потому что мы его не развивали. Почему? Ну, не было ресурсов, не было Ютуба, не было интернета, был только фильм The Secret Garden, о котором я не хочу вспоминать. Этот опыт оказался для меня бесценным, потому что без него я бы не была тем преподавателем, которым являюсь сейчас. В сентябре уехала домой, нашла там работу, и, в принципе, начала свой карьерный путь уже в титчерстве, то есть я стала преподавателем. К тому моменту, когда я получила свою первую официальную работу преподавателем английского языка, у меня уже за пазухой было 4 года частной практики, я сама была репетитором к этому моменту, и я достаточно легко справилась с этой задачей. Единственная разница, естественно, индивидуальное занятие — это одно, когда у тебя группа и доска, это совершенно другое. Но у меня был очень хороший ментор, основатель этой школы, и он, в принципе, дал мне неплохую базу. Примерно через 3 года у меня возникла натуральная потребность защитить последний уровень, профессионси, и для этого я опять уехала в Англию, и опять в Капланд, только уже не в Леста-Сквере, а в Ковенгаден. Там я снова проучилась 3,5 месяца и защитила уже вот тот самый профишенси, который я вам показывала в самом начале этого видео. Параллельно еще я сдала курс, это, о господи, моя папка хотела улететь. Курс по преподаванию от Кембриджа, это вот Селта. Я сейчас не буду углубляться в эту тему. Все, что связано с моим обучением в Англии, есть отдельное видео на этот счет, ссылочка будет в описании. Оно очень хорошее, очень интересное, пожалуйста, посмотрите, если вам интересно. В итоге, рекап. В 8 лет с нулевыми знаниями английского языка я начала, в 14 закончила на Advanced. 6 лет абсолютного пассива. Далее я уехала в Англию с уровнем Advanced, поступила там на Upper Intermediate, проучилась 3,5 месяца, вернулась. Через 3 года я поехала защищать Proficiency, защитила, вернулась. И теперь я каждый день продолжаю изучение языка, но уже пассивным способом. Я смотрю англоязычные видео в качестве развлечения для получения информации. Вот, а мой мозг параллельно выдирает фразочки, которые потом каким-то образом, о боже, я знаю и умею пользоваться этими фразами. Хотя я ни разу не садилась там и не учила. Там русский, английский, английский, русский. Вот этого, вот этой ерунды не было. Ребята, весь тот путь изучения языка, который прошла я, при сегодняшних ресурсах, можно сократить до периода примерно 2 лет. Уже не обязательно учить английский 10 лет, как это было раньше. При правильном подходе и регулярности 2 года. Опять же, мы говорим про топовый уровень advanced. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. И увидимся с вами в следующем видео про английский язык.